здравствуйте дорогие друзья давно не было у меня видео я прошу прощения за задержку как ни странно но зима было много заказов ну и опять же занят книгами произошла такая интересная ситуация в принципе то она ничем не драматично но это мое упущение мне желательно было бы конечно когда идут заказы не отписываться потом и объяснять что и какие куда мушки идут вот как сейчас у меня из города львова павел басыч заказал мушки набор такой мини универсальный и попросил подробно рассказать где куда какую мушку на какую рыбку нужно применять поэтому я постараюсь как можно быстрее сейчас вот еще три секундочки вот я здесь выкладывал фотографии на своей страничке фейсбуке у меня вот такие вот две подушечки связаны с такими мушками их достаточно хорошо видно это условно я с них в принципе то и начну ну давайте я вот так положу рядышком пусть они лежат значит они сами по себе достаточно универсальные не если у вас допустим нет в наличии бусинок вот таких красных можно изготавливать и без этих бусинок можно металлические ставить то есть зависимости от того как вы захотите для себя чем она универсальная как вы видите вот на этих вот двух больших вот таких вот у меня наборах их более 80 штук это и уходит во францию набор значит здесь самые допустим идут ходовые цвета какие малиновый красный вот они идут начиная от 18 номера и заканчивая номером 12 вот эти вот такие вернее 14 вот такие большие идут практически под любую под любую рыбу в зависимости от того если будут допустим какие-то специфические условия есть вот такие здесь еще сиреневая здесь есть черные вишневые ну и понятное дело зеленая оливка сами по себе они вот как вы видите здесь заметно они флюоресирующие так же как и вот некоторые приманки вот здесь у меня в наборе поэтому здесь на все случаи жизни поэтому павлу я точно так же вот начал изготавливать все цвета вот этих мушек она условно вроде бы сухая но получается так что я уже неоднократно вам показывал фильме о перьях это вот у меня перо из бройлерной курицы своей домашней и она вроде бы достаточно мягкая и достаточно жесткая не так как вот петушиная перышко поэтому как вы видите достаточно хорошо опушка будет держать мушку на воде но и в то же время со временем она начинает намокать и находится под поверхностной пленкой работает как эмиджер с этими приманочками можно ходить практически ну начиная вот с весны заканчивая глубокой осенью потому что уклейка густера красноперка реагирует на вот такие приманочки да и верховка в том числе на вот такие приманки на раз ну и понятное дело что как продолжение вот этих приманок идут у меня вот такие комарики они выполнены на 16 номере вот это все будем говорить так условно сухие здесь если вот камера сможет передать находится у меня вот такая я покажу ее выполнена на 22 номере это для верховочки уклейки и ну практически для любой рыбы в том числе и форель охотно берет с расчетом того что очень мелкий крючок несмотря на это рыба берет очень 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 аккуратно вот с этими мы за допустим решили рядышком вот у меня тоже вот такие две лежат для пробы это точно также для хариуса хорошо красноперка реагирует плотва реагирует то есть это своего рода как дополнение вот к этим ушкам идет но что касается допустим уже как забрасывать и как лучше раб бы это рыбачить здесь находятся вот нимфы это вот приблизительно ручейник у меня выполненных в трех таких размерах 18 16 и 14 номер с огрузкой свинцом ими точно также можно рыбачить круглый год так же как и вот эмиджер ручейника здесь вот тоже покрупнее ручейник здесь идут два бакоплава почему я вот их разместил в такой последовательности если эти три можно сразу подсоединять мушки одна за другой потому что я объяснял и объясняю уже неоднократно рыба реагирует на движение насекомых которые живут колониями точно также ручейник живет колониями бакоплавы колониями когда идет вылет допустим этого же комарика превращаясь из эмиджеров точно также рыба реагирует на вот какое-то движение групповое а не одинарное поэтому желательно вот эти три уже пошли эти идут как донные грузовые здесь же точно также и вот нимфа генерал находится она помимо того что огруженная свинцом еще здесь хороший латунный шарик они и могут использоваться как донные приманки вот эти все невзирая на их габариты хорошо работает по карасю по карпу платва учитывая то что она больше находится как глубинная рыба как и лещ вот в толще воды лучше их брать здесь ну понятное дело это веснянка которую вы уже неоднократно видели я ее изготавливал проблем никаких здесь нет с этой приманочкой она понятно и ясно вот здесь находится еще у меня базара что такое базар это имитация мотыля личинки вот мотыля который будет превращаться потом в комарик а вот такая вот она у меня есть разных цветов разных оттенков значит сама по себе приманка не очень крупная значит это выполнено на 16 номере и она по габаритам как раз подходит по величине наших приманок в основном расцветка как я уже говорил коричневая бордовая красная но оранжевую это я так как для привлечения своего рода рыбы и черная поэтому это работает в период линьки когда идет мотыль превращается в комарик а очень удобно уловистая приманка но ее можно применять и зимой как ни странно вот уже на протяжении трех лет мне ребята отписывали что хорошо работает и на подлёдной рыбалке здесь как вы видите ну аса понятно гусеница тоже понятно это не стоит на них сильно обращать внимание также как и вот у меня имеются жуки попросил еще павел для того чтобы ловить головля я изготовил парочку жуков для пробы осы тоже осеницы тоже это все работает но учитывая то что львов все-таки это уже западная украина и там и при карпате и закарпате все рядом горные речки сама нимфа вот имитация веснянки или же паденки должна быть вот такая вот удлиненная как я вот их три здесь фазан тэйл по образу и подобию с фазана я связал у меня тоже есть такая я делал из проволоки потому что в западном регионе работает вот такого удлиненного типа так как они такие есть не такие вот жирные а более удлиненная так как реки быстрые если вот коротко то завершаю обзор этих приманок эти приманки применять начиная с весны и до поздней осени эти точно так же вот две приманочки потому что они поверхностные эти тоже можно применять вот круглый год вот то что имеются вот эти нимфы можно применять круглый год даже для подлёг подлёдной рыбалки ну эти донная карп карась и все остальные единственное что на что бы я хотел обратить внимание это когда вы пользуетесь нимфами старайтесь от дна и подымая вверх вот такими вот как вы делаете кивком движение вы стараетесь поднять нимфу ближе поверхностной пленки воды тогда начинает реагировать рыба или же когда вот в нахлости у нас получается или сбирулина когда вы делаете заброс и приманка доходит уже вы натянула шнур и течение начинает приподнимать нашу приманку от дна рыба тогда начинает реагировать знаете вот эти вот особенности ну вот принципе то коротко я рассказал если вы еще какие-то будут вопросы вы тогда пишите я еще буду тогда в обзорах более подробно рассказывать что и как применять благодарю за внимание до скорых встреч